Приветствую вас! Я председал ваш вопрос и хотел бы ответить вас на него, но прежде чем отвечать на те два вопроса, которые вы задаете, значит, я хотел бы дать несколько комментариев по поводу того, что вы написали вообще. Написали вы следующее, что вам 26 лет и встречаете девушку уже около 5 лет. За время вы настали 13. Вот расставание, как каковое расставание, оно почти всегда является следствием определенных проблем у вас. То есть между вами, проблемы между вами. И то, что происходит у вас сейчас, как вот вы взаимодействуете, как вы общаетесь, какие у вас проблемы. На сегодняшний день есть. Это следствие тех самых проблем, по которым вы три раза расстались. Значит, длительность расставаний у вас от одного месяца до, по сути, полгода. Ну, это довольно много. Говорит и о наличии определенной привычки, которая имеет место быть, если люди удерживаются в отношениях больше года в районе вот как раз 21-22 лет. Там вот больше шансов именно привычку испытывать. То есть вот, если интересно, вы встаетесь, но потом все равно возвращаетесь друг другу. Вот вы пишите, что, значит, мы взяли вместе полгода, но не смогли узиться, так как ее быть не совсем меня устраивал. Я ее чат, так и критиковал за всякие мелочи по дому. Она не выдержала и учила. Сказал, что я тиран. Примечательность, что вы никак не раскрываете вообще вот этого момента. Понимаете ли вы, стоит серьезная проблема. Предлагаю ей вместе жить. Вы на что рассчитываете, собственно? Поменялись ли вы, поменялась ли она, стали ли вы по-другому на это смотреть? Стала ли она по-другому смотреть на эти вещи? Почему вы ее критиковали вообще? Согласны ли вы с тем, что вы тиран? Если вас не устраивает ее быт, то с чего вы решили, что он вас в этот раз будет устраивать? То есть, как вы для себя осознаете проблему, которая заключается в том, что у вас разные представления о бытовой деятельности, о бытовой жизни. Вот этот вопрос, он, мне кажется, неясен вам. И, скорее всего, неясен ей. По крайней мере, такое у меня сложилось впечатление. И, вы знаете, как мне видится, именно это заставляет девушку ставить вам заведомо невыполнимые условия для совместного проживания, чтобы вы больше, может быть, ценили его. Совместное проживание, я имею в виду. Чтобы вы больше дорожили им. Совместным проживанием, я имею в виду. Чтобы вы, может быть, не так сильно ее критиковали, чтобы вы понимали, с чего вам это стоило, точнее, и, может быть, более лояльно к ней относились. Вот. Потому что, ну, ведь она с вами жила, работала над данными. По крайней мере, обратного вы не пишете. Если так, то, получается, с этим можно жить. Это не критично. Да, неудобно, но не критично. По старой часа ездить по по старой часа с пешком, это, конечно, у вас, значит, причина-отказа довольно-таки интересная. Ездить пешком. Вот. Но, надеюсь, суть того, что я вам сказал, вы уловили. То есть, дело здесь не в том, что ей тяжело ездить и в том, что вы не ездили, а в том, что она не верит в то, что вы будете ценить то, что она с вами живет. И она опасается, что вы опять будете ее притеснять, стеренизировать, давить, может быть, и так далее. Вот. То есть, здесь вам нужно вот подумать в этом направлении. Это первое. Второе. Если вы расставали в три раза, то очень важно понять, почему вы расставали в три раза и исчезлили проблемы, которые приводили к расставанию. Потому что, если нет, то отношение закончится только легче разрывом, опустошением и болью. Ваше, ее, не важно. Вот. Ну, получается, что длительность расставания вы описываете, сколько раз расставались описываете, а вот почему расставались, непонятно. Какое у вас отношение к ней, тоже непонятно. Какое ваше отношение к расставаниям, тоже непонятно. К ней, как вы относитесь сейчас, вот на данный момент, ну, тоже непонятно. Если вы, очевидно, считаете несправедливым, тот, наверное, от вас требует этого. Это, возможно, действительно так. Но вы же понимаете, что если с проблемами не работают, вы же понимаете, что если проблемы не решают ваши проблемы, которые у вас есть, то откуда возьмутся здоровые отношения? Далее вы, значит, говорите, что, значит, вы приводите ее в эту дату, где она говорит, что я буду жить с тобой только когда мы поженимся. То есть это такие вот условия она вам ставит, да, условия комфорта. Это говорит о том же, что она отношения перевела в разряд денег, то есть вы приносите ей пользу, вы даете ей то, чего она хочет, например, и она взамен дает вам то, чего хотите вы. Если вы не даете ей то, чего она хочет, то и она дает вам то, чего хотите вы. И вот здесь момент заключается в том, устраивают ли вас такого рода отношения или нет, то есть отношения денежные. Устраивают ли они вас? Если нет, то не стоит расставаться сразу. Если устраивает или если у вас привычки сильные, то стоит дать ей то, чего вы хотите. Ну а в самом лучшем случае вам стоит поговорить с ней и пытаться убедить, что вы не собираетесь ее третировать за бытовые мелочи. Для этого нужно проанализировать те причины, по которым вы расставали. По-другому не получится в данном случае. Вот в принципе то, что не так. Далее, чем все это закончится с большей долей вероятности? Я вам тоже сказал, что по факту это закончится расставанием, если вы не припримите какие-то действия. Потому что девушка заняла позицию по отношению к вам рациональную и она либо не верит в вас, либо держит на состоянии специально. А вот вы говорите, что в возрасте 26 лет мужчина должен обладать постоянным сексуальным партнером. Интересная установка. Хотелось бы знать, откуда вы ее взяли. Почему именно в 26 лет мужчина должен обладать постоянным сексуальным партнером? Почему должен? Кому должен? Может быть это было бы желательно? Желательно, да. Но вы же понимаете, что для того, чтобы иметь постоянного сексуального партнера нужно что-то делать. А вы свою девочку критиковали, например, и вы ее, получается, притесняли. То есть вы не делали ничего, чтобы она осталась с вами. Кстати, вы не написали тайны и того, кто стал инициатором, ну, воссоединения вашего все три раза. И вы как бы обвиняете ее в том, что у вас секс один раз в неделю, а то и в две. Ну, здесь не ее обвинять надо, а здесь надо смотреть, что вы можете сделать конкретно в этой ситуации для того, чтобы ее поменять. И вы делаете либо все, что от вас зависит, ну, я имею ввиду, кроме вот покупки квартиры и машины, ну, кстати, машину купить более реально. Так это можно сделать, там, кредит, например, на двоих, или как-то еще договорить. Но вы этот вариант, судя по всему, не рассматриваете. Значит, либо вы делаете то, что в ваших силах и стараетесь девушку убедить в том, что с вами можно жить. Но до этого нужно показать ей, что она может жить так, как она хочет жить, что вы не будете ее притеснять. Либо вам надо искать другую, но не факт, что другая тоже позитивно воспримет то, что вы терренизируете. То, что вы навязываете свои взгляды в бытовой жизни. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи вам. И помните о том, что от ваших действий и от того, насколько вы принимаете другого человека, таких, как он есть, зависит ваша успешность в личной жизни. Именно это, а не подавление и, скажем так, обвинение человека в том, что он вам что-то не дает. И постарайтесь убрать из своего понятийного аппарата слово «должен». Никто никому ничего не должен, ни вы, ни вам. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Как и «сясница 8月AL» Корректор А.Кулакова Экотス А.Кулакова